Если вы помните пару месяцев назад одиозный миллиардер Илон Маск, который уже давно стал вполне полноценной медиаперсона на уровне с голливудскими звездами, так вот Маск дал сенсационное интервью, в котором рассказал о своем старшем сыне, который стал теперь дочерью, пожаловался на то, что повестка и прогрессивная новая этика украли у него, или даже точнее убили его ребенка, и главное объявил, что он собирается разрушить повестку, и что в этом направлении уже делаются первые решительные шаги. Что же, прошло довольно немного времени, и вот теперь, после победы на выборах Дональда Трампа, даже еще не получив власти, по той самой прогрессивной повестке, уверен, с подачи Маска, уже наносятся просто разрушительные удары, и это очевидно лишь начало. А всему прогрессивному бомонду, и всему Голливуду, Диснеем, всяким Нетфликсом и прочим, уж точно нужно приготовиться, ведь кажется, тут намечается что-то серьезное. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, если вы совсем не в курсе, пару месяцев назад, как мы уже упоминали, Илон Маск дал интервью на своей же площадке Икс, она же некогда Твиттер, в ходе которого откровенно и прям даже как-то непривычно эмоционально рассказал о том, как он потерял своего старшего сына Ксавье, родившегося в 2004 году, который теперь идентифицирует себя как женщина Вивиан Джена Уилсон, и то ли уже совершил, то ли в процессе совершения транс-перехода. Тогда владелец Теслы много чего говорил на этот счет, со многим, кстати, даже можно быть не согласным, например, с тем, как он переложил ответственность за свое решение на других под соусом, типа его обманули, но да не суть, ведь главное, что Илон Маск пообещал разрушить повестку, более того, сказав, что кое-что на этом пути уже сделано. И что же, всего пару месяцев спустя, бывший и теперь уже будущий президент США Дональд Трамп, чьим ближайшим сторонником как раз-таки является Илон Маск, вдруг объявляет широкомасштабную кампанию по борьбе с транс-идеологией. Ну, как бы не думаю, что это простое совпадение, нет, вероятнее всего, это как раз-таки воплощение той самой политики по уничтожению повестки, о которой говорил Маск. Но что же именно собирается делать Трамп с подачи владельца Тесла и Твиттера, и при чем тут Голливуд? Итак, Дональд Трамп готовит исполнительный указ о запрете федеральным агентствам продвижения или финансирования гендерного перехода для всех возрастов, а также запрос в Конгресс, контролируемый республиканцами о принятии закона, который, внимание, прекращает финансирование операций по изменению пола, запрещает операции по изменению пола для детей по всем Соединенным Штатам, позволяет пациентам подавать в суд на врачей, которые проводили операции по изменению пола детям, устанавливает, что федеральное правительство признает только мужской и женский гендеры, определенные при рождении. При этом также инициируется глобальное расследование в отношении крупных фармацевтических компаний и сетей больниц, которые зарабатывали миллиарды долларов на обслуживание транспереходов и так далее. Короче, движуха намечается очень и очень неслабая, ну а при чем же тут кино, Голливуд, сериалы, стримеры и так далее, спросите вы. Ну, вообще-то при том, что, как вы могли заметить, прогрессивная идеология, в том числе и транс-идеология, продвигалась в последние годы максимально активно именно при помощи сериалов и кино. Ну, например, возьмем тоже «Половое воспитание» от Netflix. В целом неплохой сериал, если говорить о первых сезонах, но с явным перегибом, где у них на один класс в провинциальной школе будет два гея, три лесбиянки, полтора небинарных чела и еще парочка трансов. Понятно, что это все делалось, как скажут одни, с целью просвещения, как скажут другие, с целью пропаганды среди молодежи особенно. И вот теперь злые языки говорят о том, что Голливуды и крупные стримеры будут следующими. Пока непонятно, как это должно реализоваться на практике, но вроде бы Маск, ну и Трамп, конечно, с их компашкой устремили свои взгляды именно в ту сторону, видя в современном кино и медиа не меньший корень зла, чем в клиниках и врачах, осуществляющих транс-переходы несовершеннолетних. А если добавить свои счеты с тем же Голливудом как раз-таки Маска, да и лично Трампа, которого в фабрике грез просто терпеть не могут и унижали всегда как могли, то, конечно, сейчас, видимо, ответка может прилететь не слабая. Хорошо это или плохо, тут каждый уже решит для себя сам, но по факту, думаю, впереди нас ждет много чего интересного. А это значит, пришло время подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, а еще поставить палец вверх и написать свое мнение в комментариях. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.